Всем привет! Я, кстати, вам сейчас немножко расскажу новостей про новый доп. Да, у нас очень классно совпало, что нам, как вы знаете, мы только начали японскую тематику, и вот вам через две недели японские всякие штуки. Вот. Значит, давайте мы будем строить. Кстати, я немножко переделала комнату паучихи, я вот тут все-таки сделаю, ну, типа... Ну, у них там вообще как бы шкафы такие в стенке, да? Вот, в общем, я попробовала сделать тут, типа, гардеробу все-таки вот так в стенку, и... Как это называется, когда вот это пространство... Как-то это называется. Вот, и тут столик тоже сделала туда как бы в виде полки, и все туда переставила. Короче, ну, много тут поправила, в общем. Вот, и так в целом как-то поаккуратнее смотрится. И мы, кстати, еще решили, что мы все-таки поставим баню отдельно стоящей от дома, где-нибудь вот тут, и под баней можно будет сделать еще подвал, типа, логово паучихи, что-то такое. Слышно, слышно, слышно ли вы мне? Пришла скорее, приползла домой с учебы, ужасно хочу спать. Ложись, спи. Похоже на дом Гарри Поттера? Чем? У Гарри Поттера вообще не в японской стилистике дом был, это же чистая Япония. Вычитал? Вычитал? Какие такие Гарри Поттеры? Так, 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 так. Фыр. В общем, да. Давайте будем что-нибудь делать, например, делать комнату кошки. Постепенно. Вот. Потом тут у нас будет кухня, тут просто чем-нибудь поставить. В общем, по поводу этого... А, для начала. Я жив-здоров, операция прошла успешно. Завтра на перевязку, в общем, все хорошо. Вот. Это если кто-то переживал. Я напоминаю, что я сегодня родинку на плече удаляла. Вот. И... Короче, по поводу нового доп. контента. Основной вопрос был в том... Доп. контента, господи, было нового дополнения. Вопрос основной был в том, будет ли эта локация жилой или нет, или отпускной. Потому что там, как бы, тематика каталога очень такая, знаете, отпускная вся. Там, покорять гору, ходить в сад и все такое. Вот. Но, но, оказалось все гораздо интереснее. С этого дополнения, или даже с бесплатного обновления перед дополнением, скорее. Сейчас подумаю. Будет, короче, любая... Любой мир жилой можно сделать с локациями, точнее, с участками, которые можно арендовать. Таким образом, симы смогут ездить в отпуск в любой мир, где будет такая локация. То есть, если раньше мы в отпуск могли только в две отпускные локации кататься, то теперь можно кататься в любой мир, где вы сделаете арендуемые лоты. Вот. То есть, автоматом, я так понимаю, они не обновятся, но можно ручками сделать себе соответствующий лот. То есть, вот если мы... А, кстати, да, привет, человек-сосед, сейчас вам тут... Если раньше мы, вот как в Сейвермуне делали магазин, аж, чтобы кататься, это самое, да, в отпуск, типа, то, как бы все, будут официальные отпускные лоты, которые можно будет в любом удобном для вас месте делать. Ей по какой-нибудь восточному? Ну, тут восточный край совсем такого туристического типа. Может быть, плетеный? Вот. Так что в этом новом городе будут и арендуемое жилье сразу по дефолту, и несколько лотов под жилье-жилье. То есть, можно в этом городе будет жить. Вот. И вот человек-сосед, всем привет. Напился чай, могу нести вред. Нельзя спать, еще кучу всего делать. Вот. И, значит, там, там как бы гора, типа, горнорыжный курорт на горе и под горой там это самое. В общем, будут... А, во-первых, интересная штука. Там в городе будет проводиться аж три фестиваля. Один фестиваль, типа, японский фестиваль детей. Ну, правда, неверно, что там прямо есть такой отдельный фестиваль прям детей. Вот. Там есть детские праздники. Там типа День девочек, День мальчиков. Ну, в общем, там фестиваль, посвященный детям будет. Фестиваль, посвященный фейерверкам. Это как бы тоннобата идет. И зимний фестиваль с зимними скульптурами. Ну, скульптурами. Но это логично, потому что город зимний. На самой горе можно будет, понятное дело, кататься лыжи, сноуборд, все это раскачивать. И... Вот эту кровать все пытаюсь найти. Давайте, наверное, ее поставим. Наверное, она самая такая. Сейчас. Вот. Лыжи, сноуборд, скалолазанья. И с детьми и без детей можно будет кататься на санках. Вот. Что там еще прикольного? Теперь симы будут... Вот тоже я не очень поняла. Это будет с дополнением или с предстоящим бесплатным обновлением. У них теперь будет еще такая вещь, как образ жизни. То есть, если ваш сим будет часто сидеть дома, у него будет там образ жизни малоподвижный. Если он будет часто куда-то ходить, у него будет другой образ жизни. Если он будет часто спортом заниматься, у него будет соответствующий такой образ жизни. В общем, как бы и эти штуки будут, ну, на что-то влиять. То есть, это как бы не только черта характера, а именно то, что... Вот. Нет. То, что сим делает, это отражается на его настроении, на его там пятое-десятое. Также будут... Сейчас пытаюсь вспомнить. А, нет. Или да. Короче, настроение-настроение теперь еще будет. То есть, сим, встретившись с другим симом, может, если там... Ну, короче, какие-то мудлеты дополнительные чисто по настроению будут вешаться. В общем, там много всего, на самом деле, прикольного. Не считая, собственно, ансенов, горнолыжных курортов и всего такого. Именно по геймплейной части добавят. Вот. Ну, и всякая там уличная еда, всякие там все в порезов автоматах, школьницы в мини-юбках. А, школьная форма будет. Вот, школьная форма. Школьники теперь смогут иметь школьную форму, ходить в ней в школу. Правда, конечно, дефолтная школьная форма там такая себе. Вот. Ну, вроде все рассказала такое интересное. Трансляция разработчиков будет завтра, в пятницу, в вечером, если кому интересно смотреть. Что мы выберем ей по кровати? Ну, тут же кручу-кручу, не могу выбрать ей кровать. Это слишком... Мне нравится, что она плетеная, но мне не нравится, что она слишком светлая. Может, такую же? Ну, такую же я хочу односпальную, она же еще подросток. Женщина, как с тобой сложно. Сейчас психаную самую первую с торги. Она слишком неважная для такого. Хотя, может, и не очень. Так. Все мы не играем, так что мне непонятно, в чем удобство. Как надоело пить таблетки и всякие тарафлю. Странно, что феста цветения сакуры не сделали. Но там есть уже в городе уже есть фестиваль романтики. Мне кажется, слишком бы пересекалось. Хотя там же есть и фестиваль как бы шутки и забавы, который тоже фестиваль фейерверков. Не знаю. Мой образ жизни – комнатное растение. Привет. А чью комнату делаем? Кошачью? Да, кошачью комнату делаем. Я не могу выбрать ей кровать. Слушайте, что-то я вообще... Что-то я вообще запнулась кроватью так сильно с этой... Гроб. Вы слышите соседа-то? Можно я тоже буду как он так... А это что? О, а это, кстати... О, это рабочая штука. Она, конечно, кованая. Блин, она вообще не в этой стилистики. Тут что-то деревянное надо. Или матрасик. Ну, это сильно жирно ей. Надо односпальную. Что мне вообще-то... И это вообще не то... Какая вам нравится, признавайте. Вам какая-нибудь нравится? Вообще, по стилю, наверное, может, сельвадорадскую взять. Она такая самая этническая... Прямая и не особо... Потому что это тут рушечки. Тут слишком европейская перегородка. На мой вкус. Хотя не знаю. Давайте проголосуем за кровать. Это слишком няшная. Наверное. Как тебе каденса? Да, классная каденса, Луна. Вообще супер. Огонь. Слышно, но не так отчетливо, как в прошлый раз. Потому что он сверлит немножко в другой части дома. Оно действительно не так слышно сильно. Осмотрел я делал одного человека про этого кота и понял две вещи. Я никогда не буду покупать вискос и делать операцию «Мягкие лапки». Ужас. Голосование. Пните меня делать долги. Мы тебя пинаем, скил делать долги. Когда ты сделаешь долги, тебе сразу станет легче. Хочу начать смотреть Бандиану. Не знаю, с какого фильма. О, это сложный вопрос, честно. Я бандиановские фильмы смотрела не все. Вот. И те, которые я помню, наверное, с казино рояля начинаются только. Ну вот как последний Бонд, наверное, с последним актером лучше посмотреть несколько последних фильмов. А до этого актеры я даже не помню бандиановские фильмы. Ладно, давайте проголосуем. Может, у вас есть какое-то мнение. Давайте, вот как стоят. Раз, два, три, четыре, пять. Вот сейчас сделаю опрос. Может, вы что-то наголосуете. Хотя, не знаю, они все одинаково не очень. Вот. Четыре, пять. Давайте две минуты поставлю. Чтоб вы подумать успели. Ммм, голосование, ей. А что с вискосом не так? Ну, я не знаю, про какой видос речь, но вообще распространенное мнение, что вискос это очень плохой корм, что там котики от него болеют и все такое. Но, насколько я знаю, он не то чтобы прям плохой, насколько он просто из низкого качества продуктов делается. Как и любой дешевый кошачий корм. Собственно, дешевый кошачий корм отличается от более дорогого кошачьего корма. По крайней мере, сухие вариации. Ну, и жуткие, скорее всего, тоже. Потому что, если, как бы, в общем, самый дешевый корм делается из самых остатков-остатков от животных. То есть, там какие-то вообще просто там самые трешовые части. Косточки там всякие, еще что-то перемалываются, все это делается. Короче, самые невкусные вещи от того, что они кушают. Вот, может быть, там химия какая-то намешанная, я не знаю. Я не знаю, что-то там вызывает это что-то или не вызывает, но это просто, мягко говоря, не полезно. Вот. Более дорогие корма, они делаются из более филейных частей, скажем так. Ну, опять-таки, там кроме жиров и белков столько всякой химии намешано, мне кажется. Не знаю. У меня для кошек такой достаточно средний, ну, как, хилс, я не знаю. Ну, такой, короче, не дешевый, но и не супер-пупер дорогой такой норм. Среднего качества нормального. Ближе в верхнюю, наверное, сторону, вот. Но желешки я им покупаю побаловаться дешевые, потому что они сами желешки все равно не едят. Они соус вылизывают и все. Им это, знаете, просто как лакомство. Так, первую кровать, то есть все хотят с шторкой. Или нет, еще есть вариант четвертая кровать. Это которая розовая? Мне нравится, что она плетеная, но мне не очень нравится ее цветовая схема. В смысле, она слишком... Так, ну, короче, если что, 5 и 4. То есть эти три как бы мы сразу дропаем. В общем, у нас осталось две кровати. То есть эту есть только какую-то такую темную. Потому что в розовый как-то очень светло смотрится. Как-то мне не очень нравится. Вот рыженькая есть, в принципе, тоже нам. Сейчас еще одно голосование сделаем. Сейчас я какую-нибудь расцветочку выберу. Одну. Чтобы вы уже узнали, на что я согласна, если что. Ну, вот эта, наверное, такая. Или черно-белая, правда. Ну, черно-белая совсем скучная. Короче, давайте дубль 2. Финал. Это был полуфинал, а теперь финал. Такая кроватка или такая? Кроватка как кровать, что бы гнить. Ну, как это? Кровать как кровать. Это очень важное место для человека и котика, тем более. Вот. Да, может, котики ж они спят кучу времени. Ей надо на красивой кроватке спать. Да, 1 или 2. Ну, 1, 2, 1, 2. Так. Мой любимый BTS. Вот она. Вот они слева направо. Да, они все не очень. Да, я тоже согласна, что они все не очень. Может, потом, если это будет нормальная кровать, то переправим на нормальную кровать. По дороге кот жрет только Феликс. Вроде бы ок, и он не слишком дорогой. Лучше читать состав, если не хотите, чтобы ваш кошка болела. А что там? Берю меня рояль конин. Роял конин. По составу у него все ок, он пахнет качественной тушенкой. Сама бы ела. Ну, вот Хиллс тоже такой, как бы, норм. Сухой корм. Вот. Ну, жруть вроде. Ну, короче, которые более дешевые, они более химикатами такими прям, ароматизаторами вот пахнут. А более такие нормальные корма, они, как правило, пахнут, ну, да, чем-то вроде тушенки, наверное. Я голосовала за нее именно потому, что она розовая. Ха-ха-ха. Ха-ха. Видите? Первая с балдахином для забавшего дома не очень. Хоть бы тогда тряпки были изорваны. А можно, кстати, задекорировать. Хм. Кстати, а может быть реально взять с балдахином и повесить на нее рваные шторы? Хм. У меня кот всю жизнь кушал киттикет, фрискос и вискос и все ок. А вот у моей сестры породистый кошак нажал с этого вискос в детстве. У него там что-то с желудком теперь на сухом только сидит. Так, нам кто-то ссылочку прислал. А, разве... Подождите, нет, там же четвертая кровать была. Там один, два, четверка там была. Они потом пересылались, правда, ну... Короче, с балдахином. Боим, там четвертая была. Здравствуй, Дель. Сейчас посмотрю, что нам там прислали ссылку. Короче, давайте возьмем с балдахином. И я попробую реально на нее шторы из каталога про Хайлоуин закинуть. Может быть, будет забавно. Так, а что у нас тут? Нейкед прислала. Если кому интересно, почему вискос не очень? Ты можешь просто кинуть ссылку в чат, а народ уже сам посмотрит, если захочет. Давайте я скину вам ссылку в чат и сама потом тоже посмотрю. Короче, ссылка в чат. Сохраняйте. Потом посмотрите. Я потом тоже посмотрю. Ну, у меня она в истории остается. Так. Хорошо. Значит, возвращаемся к нашим баранам. Значит, давайте мы возьмем реально шторы из каталога жуткие вещи. Я не помню, в какой они там категории. В шторах или не в шторах? В шторах, наверное. И попробуем их на... О, кстати, у меня еще такая пусинка. Забава. Так. Они-то в шторах же было? Блин. А только одна штора, мне казалось, их там больше. Вот только одна штора такая. Чувак. Чувак-сосед, ты уже это... Надоел. Надоел. Хм. Они прям штора-штора какая-то. Мне казалось, она более какая-то такая... Рваненькая. Тут рваненькие столики. Тумбочки. И вот эти вот. Блин. Я примеряюсь. Не, ну она сильно... Мне вот эта штука не нравится. Она прям такая... Слишком изящная. Ладно, пухай. Пухай. Пухай, пока такая стоит. Кровать. Пухаю. Да. А что тут еще прикольно есть? Котелок есть. Паучок, мишка, привидение. Ну, тут такое все милашное, что куда бы деваться. Ну, знаете, не жуткое, а няшное. Такой каталог жуткие няшные вещи. По-другому не скажешь. Кстати, ей, наверное, тоже надо сделать встроенную стенку. Я так думаю. Со встроенным шкафом или нет. Сейчас подумаю. Ладно. Так. Украшения. Что там вообще по шторам есть? Слушай, вот человек-сосед, он вместе со мной ходил на обед. Потому что он не шелестел в последний час. А как только я начала стримить, он тоже начал шелестеть опять. Шелестюм. Вообще, правда, он не очень. Че, а к соседу? Сорян, воздухом подавилась. Как мне сегодня писали, человек-сосед наносит ответ на удар. Хилс на порядок выше рояла, но мои кошаки хилс есть не хотят. Да? Да? То есть у моих вообще прямо буржуйский корм, вы хотите сказать? Я просто не особо разбираюсь. Меня когда-то посоветовали хилс, я их не кормлю. Контрольную студентом придумываю. Кто смотрел сериал Юджина и его девушки в 74? Не, я не видела такой сериал. Так, блин. Я теперь из-за плеча? Не, ну как бы, там, как бы это самое. Короче, я не могу сидеть, подогнув ногу. Болеть начинает. Хм, может, такую тряпочку повесить. Давайте-ка я попробую поставить стену. Сейчас. Так, как всегда, занимайся какой-то е-рундой. Как всегда, просто. Ничего, но... Ого. Это что тут есть? Сейчас я попробую, короче, просто. Как это будет смотреться вообще. Будет ли это хоть как-то смотреться. Что-то еще есть. Ха-ха-ха, с рушечками. Так, это эти есть. Хм-хм-хм-хм. Ну да, что-то прямо такого рваненького. Ничего нет. Все-ка милота всякая. Так, вот это как будет смотреться. А теперь главное... Внимание, вопрос. Я могу удалить, не удалить шторы? Или нет? Ой. Что значит? Опять? Нечего удалять. Да ты такой не очень. Так. А так? Слушайте, какой это... Борзый товарищ. Сейчас, тучите. Раз. Два. Ну вот. Или они все еще висят. Тихо, тебя не навижу. Тихо, тебя не навижу. Найди такую песенку, Зюмфиры. Как Тома боролась с Симпсом. Ну, хоть бы посмотреть, как это в целом выглядит-то. Я же не прошу многого. Так может. Угу. Ну, так ему нормально. Можно чуть-чуть повыше? Ой. Ты что делаешь? Ты куда? Полетел. У нас, правда, там окно. Но это как бы... Кого это волнует, правда? Так. И вот теперь, если это дропнуть... Короче, хотите вешать шторы? Не это самое. Не ставьте стенку целиковую. Что, жутко, не? Или жутко смешно? Или жутко смешно? Даже не знаю. Ну, конечно, есть определенное в этом что-то. Что-то в этом определенное есть. Ну, хотя бы не так няшно. Что, как вам? Такой мега это сам. Фит ушами. Два шкафа. Нормально, нормально. Так не земфиры, а глилозы. Нет. Я про песню земфиры. Просто я, наверное, слишком старый. Вот это вот. Все. Дальше придет копирайт. Так. Похоже на мою комнату в старой квартире. Хиллз. Хороший корм. Главное, что твоим он нравится. Мои предпочитают роял. Собака раньше тоже только роял ела. Они же избирательные. Ну, да. Если кот не болеет, тогда корм хороший. Ну, да. В принципе, сколько они у меня? Уже 10 лет его едят. Или 9? 9. Короче, вставляем. Так. Дальше. Что тут? Шкаф. Так у нас окно как-то не в тему получается. Наверное, это окно. Друг. Или оставим. В принципе, конечно, можно и оставить. Тут как бы штора просто. Все равно кажется, что как будто она за окном висит. Она просто в окне висит. Ай, ладно, не хай висит. Черт. Так. В принципе, можно продублировать, на самом деле, планировку. В плане сделать тут тоже не стенку. Опять нечего удалять. Баба-симс. Так. Идем. Так. А тут поставить, соответственно, какого там высоты? У нас такая как бы полочка. Я, между прочим, долго этот гардероб подбирала. Вы не думайте, что так раз и подобрался. Я тут, ой, сколько гардеробов перетыкала туда. Чтобы оно смотрелось как, ну, естественное продолжение. Видите, он тут так это... А, вот тут еще надо поставить стенку. И он как бы так это ненавязчиво выглядит, как стенка. Выглядит, как стенка. Так. Светильник на тебе раз. Ммм, тюдучки тебя. А ей, кстати, можно какой-нибудь еще столик поставить и это... Сейф. А че обновили-то? Систему? Ненадолго заглянула, теперь пора идти. Простите, что рада редко прихожу на стримы. Да ничего, учись, конечно же. Столкнулась с проблемой, у меня на новом телефоне нормально не получается Wi-Fi. Плохо ловил, пропадал постоянно. Видимо, сотовая проблема, надеюсь... Софтовая. Надеюсь, перепрошивать не придется. Я в телефонах вообще не бум-бум. Вот вообще. Это мы не будем писать порядка. Может быть... Давайте я по приколу поставлю коржинку с этими... С... Клубочками. Тут же есть корзинка с клубочками или нет? Или фигла мне корзинка с клубочками? Декоративный клубок. Есть вот такая с клубочками. Что-то у меня горло прям не радует. А у меня были какие-то клубочки еще мои собственные, по-моему. Подождите. Кружения. А, нет. Вот эти. У меня так... Это не кружочки. А, рассказывала уже сегодня. Еще раз расскажу. Про... Шла с больнички. В соседнем подъезде, на козырьке подъезда, сидит кот. Месяцев шесть. Сидит и орет. Но причем даже не на самом козырьке, а за козырьком там еще окно. И вот он на подоконнике этого окна. Сидит. Вот, внизу пытается мужик вот это позвать, как-то достать. Вот. Короче, суть была в том, что кот спрыгнул на козырек с квартиры, которая правее. То есть не которая прямо над козырьком. Это другая квартира. Там никого дома, к сожалению, не было. Они не могли помочь. А это и соседняя квартира, сбоку которой. И кот, идиот маленький. Он перепрыгнул и, ну, как бы боялся идти обратно. И сидит орет. Вот. Мужик на него орет, чтобы тот слазил, потому что мужик опаздывает на работу. Ему уже приехало такси за ним. Он орет на кота. Кот орет. Жена, короче, из окна выставила гладильную доску. Так вот, бочком, чтобы он как бы на козырек опирал, чтобы кот мог вернуться домой. Кот боится. Никуда он не возвращается. Вот, короче, пытались его там выманить всякими лазерными указками и игрушками его. В общем, кот застрессовал. Никуда он идти не хочет. И закончилось тем, что скинули мужику в швабру. Мужик, короче, начал... Сначала он так попытался кота потихоньку шугать. Ну, просто мельтешать. Он не доставал до кота. Там достаточно далеко было. Вот. Он пытался его так как-то это самое подбодрить. Кот ни в какую. Короче, мужик разозлился окончательно. И несколько раз швырнул шваброй в кота. Вот. Там, ну, как бы не то, что прям супер-мега-сильно и все такое. Но кот очень сильно испугался. Вот. В общем, пытался залезть на пластиковое окно, которое сзади, прямо на раму. Естественно, у него ничего не получилось. Он предпринял попытку... Попытку... Попытку. Попытку бегства с этого места, где в него кидаются. Вот. И побежал, короче, влево. То есть не домой вправо, а влево на другое окно. Но там его перехватили, шваброй и стянули вниз. Но это, конечно, был просто эпик. И довершала картину, в общем, там, в том окне, где жена, там еще мамка этого котенка высунулась, сидит, смотрит. Внизу бегает серый уличный кот, который, судя по всему, батя этого котенка тоже бегает, орет. Почему на котенка все это самое агрессируют. Вот. Ну, короче, кота сняли, понесли домой. Лупить, очевидно, понесли. Не знаю. Котарет мужика, арутся. Ну, знаете, было не смешно. Было, на самом деле, очень жалко котенка, потому что он явно испугался, он, ну, он не может слезть, вот. А мужик торопится на работу и, как бы, не придумал ничего лучше, чем кидаться котенка швабрами, вот. Ну, то есть у него не было времени ждать, пока он там захочет слезть или еще чего-то, вот. Поэтому котенку досталось, он перепугался очень сильно, вот. Ну, виновата, конечно, во всем жена, которая окно открыла и не увидела, что котенок в комнате, а он вышел в окно. Благо, второй этаж. И, насколько я поняла по возмущениям мужика, у них уже не первый раз так коты убегают. И, собственно, сам котенок результат того, что мамка его так сбегала в свое время. Некоторое время назад. Во, котики, во. Короче, не двор, а это самое. Ну, я такая стою еще, я из больнички шла мимо крокодила, и там это самое еще. Уборщица подъездов тоже подошла со своими швабрами. Ну, блин, тут где-то тут всеми швабрами в котенка. Не, она такая, ну, типа, это самое. Ну, в общем, сняли. С этой самой спугнули. Так, я бы вот сюда какой-нибудь столик ей поставила. Только какие столики могут быть? Муд по жизни выйти в окно, как котенок. Надеюсь, котенка не заставили есть виску с недель. Я не знаю, что ему там прилетело, этому котенку, за его поведение. Но он не виноват, он маленький, он дурак вообще еще маленький. Виноваты те, кто его не досмотрели, что он вышел. Блин, если вы проветриваете комнату, ну, просто закройте его дверь и все. Котята не будут выходить в окно. Ну, все логично. Кстати, в новом дополнении еще будут кататься. Это такие столы с подогревом. Прикиньте, как классно будет. А что, одна, один цвет только? Походу, дело, да. Конечно, подушки великоваты, честно говоря. Для того, чтобы сидеть за столом таким. Но, как бы, можете вообразить что-нибудь. Хотя, на самом деле, можно сидеть прямо напротив. В принципе, тут же, типа. Ну, по-моему, те пуфики, которые там были, они были более... У меня еще пуфики есть. Ну, они еще более-менее похожи на что-то такое. Здесь подушки есть. Ну, да, короче, это единственное что-то похожее на то, на чем можно сидеть на полу, как бы. Как бы на полу. А насчет столов, кстати, мне кажется, у меня еще какой-то низкий столик есть. Сейчас, подождите-ка я пробегусь. Мне кажется, у меня еще... Еще какие-то были такие квадратные низкие столы, а-ля японский стайл. Здесь круглый такой. Вот. Вот, точно. У меня же есть вот такой. Но это тоже, конечно, норм. Вот это, наверное, как-то более в тему. У меня аж был цельный доп. По этой. Еще есть такой квадратный, но это прям уже огромный. Блин, не, наверное, сетки какие-то у него очень странные. Пускай вот этот маленький будет. Мосясенький столик. Столик мосясенький, носясенька. Еще у меня где-то был чайничек и пиалки, помните? Типот. Типот. Типот же чайник. Типот. Типот. И где-то к нему пиалки были. Хотя можно вот эти маленькие с крылышками летучую мышь поставить. Хотя под нему, по-моему, были где-то и родные пиалочки. Мне так кажется, но я точно не уверена. Это что? Еще больше подушек. Суси! 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 Боже мой, это за суси. На самом деле, сюда бы какой-нибудь десерт им класть, положить. Ладно, пускай пока так будет. Так. Кошки аквариум в комнату. Открывайте форточку, но не окно. Кстати, я тоже не понимаю, зачем они пластиковые окна открывают вбок. Можно же просто наверх открыть, и тогда, по идее, котята не должны так сильно ходить на карниз. Мораль, если бы я снитаковал, покупайте себе от конти-кошка. Как же скучно я живу. Жалко котенка. Надеюсь, котенок не... А, так это читала. Думаю, купить мышку Logitech Master 2S. Не знаю, у меня... Я M90 покупаю себе Logitech-овскую, и мне ок. За 500 рублей. 450. Подруги завтра выходной, в первые за два месяца, а я заболел. Печально. Короче, да. Если у вас есть коты, следите за ними, чтобы они не выходили в форточку. Ёшки-кошки, правда? Скульптура мыльницы. Кстати, мыльница, она... Давайте-ка мы её куда-нибудь поставим сюда. Нам она будет нужна потом в ванну. В ванную комнату. А, вот у меня ещё девочка есть. Стойте, девочка, девочка, девочка. Долго что была. Фига себе девочка. Я думала, она маленькая. А она вон какая девочка, девочка. Кстати, это можно тоже в кошки поставить. Как, ну, у неё что-то вот она помладше просто. И можно всякую такую фигню поставить. Вилы. И грабли. Закалывает шерд. Просто. Ладно, так, что нам ещё... Так, вот тут зеркало и какое-нибудь надо повесить, наверное, на стенку. Давайте вообще сделаем вот так. Вообще логичнее сделать так. Здесь повесить какое-нибудь настенное зеркальце небольшенькое. Есть какое-нибудь деревянненькое? Типа такого. Так, сюда можно ещё что-нибудь... Аквариум, говорите? Зачем я аквариум? А, кстати, это леса, это вот это потом храм. Там же все рыбки уже давно того этого. Коньки её откинули. Если они тут и были. Мост. Во, точно. Вот котика вспомнила. Хотела поставить вот эту няшку. Ну, конечно, наверное, больше в тему в храм. Но раз кошка у нас живёт здесь, то и няшка пускай стоит здесь. Что-то я ещё, на самом деле, думала между стримами, что хотела бы сюда поставить. Но я уже, конечно же, не помню. Тут помню, тут не помню. Могилки. Би там. Милота. Фига себе, скульптурка у них тут. На самом деле, можно поставить какой-нибудь сундук. В бидоне. Точнее, вот сюда, наверное, на уличную часть. Дерево в бидоне. Но зато, смотрите, какое оно сухое, красивое такое. Покорёженное. Тут есть ещё красивые всякие сакуры, но... Наверное, тут покорёженные смотрятся более... Естественно. Так, ладно. Значит, вот этот сундук мы, наверное, не будем использовать. На укошке, в принципе. Ну, вот сюда бы ей что-нибудь повесить. Давайте какую-нибудь, может, вот как раз-таки тот, который... Вот эту штуку. Или синий? Можно синий оставить. Так, что тут ещё? Лампадки, стульчики... А, вот, да. Трещинок добавить ей тоже надо. Как-то... Не камильфой без трещинок. В соседней комнате трещинки есть, а тут нету. Что за непорядок? Правильно. Вот ей как раз-таки царапины можно. Лично у меня кошки, ну, очень любят драть. Эти самые... Обои. Лапки. А, ну, вот эти... Нет, те тут были такие, которые... Когтеточку ей, да? Когтеточку в студию. Сколько людей становилось симами? У нас две семьи по восемь и одна пять. Зеркало напротив кровати. Да. Я, ну, не суеверная, но всё-таки стрёмно. Ну, да. Я бы тоже напротив кровати зеркало не вешала. Сегодня без особого настроения. У них нет когтеточек. У меня кот драл мебель, пока не купила ему три когтеточки, и проблема решилась. А, у них есть когтеточка. Что, есть когтеточка? Две когтеточки есть, я бы даже сказала. Вы же понимаете, что драть когтеточку и драть... У них есть две когтеточки и их личное кресло, на котором микрофон крепится. У нас микрофон на кресле крепится, на старом, который катаем туда-сюда. Вот. И это кресло старое, кресло. На нём такая фигурная вот эта вот спидка, за которую прикольно цепляться, и оно само при этом не портится, что интересно. Вот. И вот это их прям любимое, на самом деле, когтеточка это кресло. Но также у них, ну, конкретно у тигра в одном месте на кухне дерёт. Я не могу её тучить, она, как бы, короче, всё. Она забила этот угол над тарелками над своими, представляете? Ну, как бы... Чё, пускай в одном месте, пожалуйста. Знаете, в одном... В один кусок переклеить не так сложно, если что. Так, я не знаю, что ей сюда ещё сделать. Можно ещё поставить какой-нибудь стул. Какой-нибудь сейчас. Как эти точки это? Да? Все могут с когтеточкой. Аквариум. Ну, давайте поставим ей аквариум. Правда, я больше чем уверена, что рыбки умрут. Но если вдруг они тут будут. Ну, можно поставить аквариум. Только его надо дойти. Так. Здравствуйте. Я, по-моему, спала после больнички. Чё-то я опять начинаю. Где? Почему я не вижу аквариум? Вот ведь. Что? Кстати, для медитации штучка. Это нам такая надо. Или такая? Не, наверное, так. Да блин, где ваш аквариум? Это большие, а где маленькие? Вот. Прогрелела. Ну, вот аквариум. Эй. Вообще, нам надо, знаете, сделать... Медитацию можно поставить куда-нибудь сюда, в принципе. Да, вот прям на проходе. Наверное. А вот в угол вообще надо поставить алтарь. 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 Как он выглядит у них? Сейчас. Тащите, дайте-ка я загуглю, как они алтарь оформляют. Смайлик пролетел. Капоповский смайлик. Ей. О боже. Так. Домашнее богослужение. Ёшки-кошки. Можно нам какой-нибудь... Такой, который мы сможем воспроизвести? Так. Наверное, вам будет так интереснее. Кстати. Что у них тут еще обычно в доме бывают? Столы, стулья. Вот, кстати, в новом дополнении будут такие вот низкие стулья, на которых можно реально сидеть. Веер. Веер. Мне кажется, вееров у меня нет на стены. Лампы вот надо поставить. Будет, кстати, в этом самом... Ширма. Кстати, их тоже хорошая тема. Столики. Всякие настенные фиговины. Вот. Но вообще нам надо алтарь. Правда, наверное, верно, что это алтарь. Ну, издалека похож, не знаю. Комоды. Ну, у них, видите, такой прям минимальный минимализм. В общем, у них в домах, в древних, так точно, в традиционных, были такие вот местные прям локальные алтарики, куда они ставят там урночки с прахом и портретики своих предков. Ну, родственники, все такое. Ну, родители обычно, обычно родители. Вот. Ну, или там, если вдруг кто-то в семье это самое. И они туда же всякие там зимой мандаринки кладут и все такое. В общем, вы поняли. Кажется, изначально монополия создавалась, чтобы показать, что система победителя, проигравшая, это плохо. Не знаю, что такое решение. Вот. И, ну, обычно это выглядит каким-то таким шкафчиком. Коты, они просто везде. Хотя в более современных домах это может быть и просто какая-то тумбочка. То есть, не то, что там прям есть определенный вид этого алтаря. Просто вот, знаете, у нас бывают такие понятия там, как красный угол, да? Вот. Ну, примерно то же самое у них. То есть, там, как бы, место под портреты, место под свечечки, под урночки и все такое прочее. Ну, да. Вот свечи, курильницы, еда, портреты, всякие там сосновые веточки. Впрочем, мне просто интересно, как это может выглядеть. С точки зрения мебели. Так, ну, катаны это уже пафосно. Короче, что-то такое надо соорудить с углублением. По-хорошему. Моей мамой кошка делала, драла обои в одном месте. Мы сходили в магазин ковролинов и нам отдали бесплатно старые образцы цветы на такие кусочки 40 на 40. Мама прибила этот кусок на то место, где кошка драла специально для нее. И она перестала там точить когти, стала точить об когтеточку. Вот, мне кажется, знаете, у кошек есть чувство наперекора. То есть, вот, допустим, мышку, если ты хочешь, чтобы она лежала вот в определенном месте, ее надо положить в другое место рядом. Тогда она перейдет, куда тебе надо. Если ты ее кладешь в какое-то место, она ни за что в жизни не останется в этом месте. Просто она... Ей-то может быть совершенно комфортно и нормально, но она из принципов встанет и перейдет на 10 сантиметров в другую сторону. Вот это просто вот мут по жизни кошка. Вот я вот тут не буду, я вот буду вот тут. Все, просто принципиально. То же самое, наверное, с когтеточками. Ты им в это самом, в каком-нибудь месте приготовишь место? А не ты, что? Зачем? Я вот, нет, я вот рядом. Не надо мне ваши вот это вот... Кстати, у меня еще шкафчик так вносит, совсем светленький. Может быть, на таком ящичке и сделать? Ну, на втором. Потому что я чуть не уверена, что у меня что-то есть более похожее. А, полки. Это надо полки смотреть, на самом деле. Не столы и тумбы, а полки. Человек-сосед, изыди. Изыди просто. Просто изыди. Давайте выкуривать человека-соседа. Что-то вообще есть. Кстати, вот эти тоже прикольные штуки. Ну, я даже не знаю. Так. О! Вот, кстати, может быть, подойдет. По крайней мере, оно что-то на такое похоже. Такое что-то с чем-то без чего-то. Это, правда, шкафчики какие-то, но нам для нашей цели тоже очень неплохо смотрится. Знаете, что такое милашное? Хм, кстати, комодик. Это нам надо на кухню такой. Это нам на кухню такой надо, да. Так, что тут, корзинки какие-то, чайнички. Так. Это нам такой надо. Так. Что-то еще, кстати, есть селеводорадское такое. Но это нет. Так, это он и был, да? Да. Ну, короче, вот, мне кажется, вот это, в принципе, сочетание похоже на алтарь. Так, он одного цвета, и ты одного цвета, да? Блин, не сочетается, но ладно. В лес. Потому что, как бы, не то, чтобы у меня есть много вариантов. Это мутон. Теперь я понял, что в прошлой жизни был котом. Потому что сам себе наперекорду. Привет. Все мы немножко коты. Ребята, советую посмотреть американский сериал. Адам портит все. Ну да, это интересный сериал. Мы первую сезону целиком смотрели. Она понравилась. Поэтому. Потому что не могу сдержаться или найти пищу, которая была бы мне полезна. Ой, ну это вообще же зажезенечка. Такой, надо худеть, надо худеть. И такой, ооо, вкусняшки. Ну, правда, вот мы уже две недели не едим с Крисом печеньки, представляете. Мы все еще едим немножко шоколадки и пастилу. Но мы без печенек и без булочек. Уже недели две, наверное. Для нас это много. Потому что мы решили, что нам надо по килограммчику скинуть. То мы что-то за лето отожрались немножко. Внезапно. Вроде кажется, что лето, как бы наоборот, надо худеть и все такое. А вот тут как бы нет. Потому что овощи... Давайте-ка сюда поставлю пока. Овощи, короче, всякие разные. Надо все это, короче, вот... Там вот я делала, не знаю, миллион раз кабачки с фаршем и сыром. Ну, короче, вот. И теперь худеть надо. Ладно, пускай так будет. Давайте мы тогда... Может, у меня, кстати, есть какие-нибудь накрывательные штуки. Не уверена, что у меня что-то есть. Точнее, у меня что-то было. Но, наверное, не под этот размер. Так, нам надо пару тарелок с фруктами. Пару тарелок с фруктами. Вазочку с цветочками какими-нибудь. Только это не в этом все разделе, конечно же. Так, чайник, может, там поставили. Ай-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Я смотрю, что-то такого еще аутентичненького-то может быть. Вот палочка. Это у нас будет вместо... О, и сюда можно прям поставить прикольно. Можно? Нет, в середину? Нет, 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 нет. Не очень вот такие. Ну, это, кстати, похоже на... Ну, это, правда, скорее... Это новогодние подарки, а не подношения. Но в нашем случае... Это еще с бантиком, нет, с бантиком это перебор. Что это такое? А, это тыквочка. Кстати, у меня такие еще всякие шырмочки есть. Классивые. Классивые шырмочки. Так, поросенок. Так, лотос. Вот, может быть... Ага, ты еще больше. Я такая, может быть, ты поменьше? А он такой, раз, еще больше. А это что такое смешное? Какие фонарики! Ну, это в храм, наверное, такое надо. Тут это не очень. Касса. Вот. Раза с фруктами. А есть темная миска или только светлая? Хотя бы голубенькая. Так. Слушайте, вот хоть, ну, что-нибудь сюда влезет. Свечки какие-нибудь хотя бы. А, у нас, кстати, была такая-то пи-пи. Вот эта штучка. Во, отлично. Так. И нам надо портреты или урны поставить маленькие. Ну, вы поняли. Если что, это разные вещи. Это ароматическая палочка, это лампа. Если кто-то вдруг подумал, что тут много одинаковых вещей, то нет, это все разные. А что второй, третий сезон не посмотрели? А-то времени не хватает все смотреть. Сериал-то понравился, но вот времени, как бы, все смотреть просто нет. Физически. Мы второй сезон, может, начали, там, пару серий посмотрели, но не больше. Но сериал понравился. Да. Просто некогда. Так, что я ищу? Я ищу либо вазочки, либо портреты. Урночки. Мне кажется, была какая-то урна, но она была прям огромная. А насчет портретов... Кажется, там были... Только какой-то у меня с барышней, с такой модной, был портрет. А, и зеленые веточки надо будет поставить. Это тут еще вазочки какие-нибудь. Кстати, если вдруг будут пиалки, их тоже бы поставить не мешало. Бы. Не чашки, а именно пиалки. А, кстати, еще в новом дополнении можно будет выбрать... Ест ваш сим... Руками, вилкой с ложкой, ну или палочками. Ну, вилкой там, ложки вроде нет. Короче, можно есть палочками, можно есть, соответственно... Вилкой, палочками или даже руками. Можно прям где-то в разделе Сима выбрать предпочитаемый способ кушания. Представляете? Так, что-то мне ничего не нравится. Бутылка с этими, с черепушками, очень похожа на урночку. По-моему, урна была в... В этом... В вампирах. Но она, по-моему, какая-то готишная, там такая урна была. Очень готишная. Но что-то у меня сейчас на глаза ничего более... Давайте посмотрим. Вот, большая декоративная. Ну, в принципе, вы знаете, на самом деле не так... А, остаются. Просто ее надо уменьшить. Раза в три. Я, кстати, не знаю. Я никогда не видела настоящие урны с прахом. Поэтому я вообще без понятия, какого они размера. Ну, наверное, побольше, чем эти. Ну, пускай стоят так и ладно. Можете визуально представить, что они больше. Большая декоративная ваза это называется. Ну, мы-то с вами знаем, что это на самом деле. Так, что-то еще есть. Не, ну эти светильники нам не надо. Так, дальше. Цветы. Вы много пропустили про монополию, про то, почему в женской одежде отсутствуют карманы. Многое другое так и не вспомнить. Ну, что поделать. В этой жизни вообще многое пропускаешь. Муд по жизни Адам. Ну, да. И череп бабушки. Горшочек или вазочку на болг в качестве урны с прахом. Поставила. Так. Довелось одну разбить. Была примерно по размеру с человеческую голову. Видела урны в похоронке. Пока сверху все заказывали. Они где-то 15-13 сантиметров. Ну, то есть, да. Я тоже себе представляю, что это такие, ну, как бы... Ну, как вазы примерно. По размеру. Так с крышечкой. Вот. Но вживую сама не видела. Пока что. Я даже не уверена, есть ли у нас в Смоленске крематорий, честно говоря. Наверное, есть. Но я как-то вообще не в теме. Есть он или нет. Человек-сосед из Иди просто. Уйди. Ну, тут именно вазочка нужна. Тут нужна не горшок, тут нужна вазочка с цветочками. Какими-нибудь. Только вазочка какая-нибудь. Такая попроще. Нежелательно, чтобы ставилась на стол. Так. Вообще, идеально бы с чем-то хвойным. У нас с цветочками тоже сойдет. Пиарий просто какой-то. Да уйдешь ты и приставай. Может, такие цветочки? Ну-то маленькие здесь. Вот. Захочешь что-нибудь поставить и мучаешься? И веселые кактусы. Может, папоротник маленький уменьшить? Хотя, папоротник такой себе. Ну, как говорят, конечно, какой-нибудь такой поставить. О, кстати, бутылки с елочками. Блин, нет, не слишком. Лучше папоротник. Лучше папоротник. Ну, как-то так Так, а на верхней полке Я даже не знаю, что туда еще Свечки можно просто поставить Что у них там сейчас Где у нас тут Что там еще ставят А, там эти самые вешают колокольчики И Там вот эти вот записочки Колокольчики, всякая вот эта мишура Семья упорно верила Семья упорно верила Что их алтарь посещает духи Пока не сплыла Правда Да Походу алтарь посещал котик Видите, у них вот такие вот Какие-то еще вот вырезанные штучки Вон горшок пустой Он предмет простой Ну, короче, фотки, да Я бы поставила фотки Но у меня из фоток только одна И очень странная Кстати, красивый цветочек Помню, откуда у меня такое няшно А, это, наверное, к этим горшкам идут Там какая-то баба такая Дюжая Я не помню В этих или в тех Ну, короче, там Не Не подходящая точно баба Она там в таком барок-стиле В золотой рамке Короче, нихт Свечки давайте просто поставим Наверное Больше свечек Богу свечек Потому что Фонариков китайских У меня таких, наверное, нет Ничего себе свечечки Всем свечечкам свечки Между прочим Это, наверное, небезопасно Но ладно А сверху можно еще Положить какую-нибудь О, кстати Может быть поставить С листиками свечки Ну, в смысле Не такие А с листиками С листиками Как-то у нас Под осеннюю тематику Просто больше Только, наверное, Там местами надо поменять Так Ну и ладно На последнюю полку Ничего класть не будет Блин, нет Как-то она Великовато смотрится Тяжело Ничего себе целые Ладно, давайте такие Может их просто уменьшить? Вот А А, огоньки-то В том месте останутся Точно Я забыла приколоть их свечек Что ты их можешь, конечно Уменьшить Но огонек У них останется Там, где был О, у меня есть Одиночные свечечки Ну, как-то так Короче Потом После обновления Все придется менять Ну Я не уверена Что мы тут все Что-то сильно менять будем Вот Может быть что-то поменяю Если прям очень надо будет Но прям целиком И полностью Нет Потому что Жирное будет все менять Короче Колокольчики Есть Алтарь Есть Для медитации Штука Есть Жральня Есть Вы знаете, что еще надо поставить Напольные Есть у меня напольные эти Японские Вот эти Да Парочку таких Надо поставить Так Они по-моему Одного цвета А они разные Тогда вот такие Пожалуйста Так Ммм Буду еще сюда Дать тут свинью Такую Которая С дымком Так Ну тут наверное Все, я думаю Больше тут ничего Особо не надо Вообще Алтарь, конечно Ставят чаще Прям в доме-доме Но у нас тут будет Кухня сейчас Вот давайте Сделаем кухню Вот тут в синях Я не знаю Что им сделать Тут в принципе Тоже Можно ничего не делать Вот дерево стоит И ладно Тут вообще Как бы проходной двор Тут тем более Ничего не надо Вот давайте Сделаем кухонную зону Наверное Нам нужен Какой-то А-ля печка Наверное Даже А-ля печку Лучше наоборот Туда в угол поставить Под шкаф С посудой сюда А сюда Лучше поставить А-ля какую-нибудь Печку Что у нас там По времени Это вообще Не свяжу 15-12 Ну я думаю Наверное Постараемся успеть Может гирлянду Попробовать уменьшить Повесить на верхнюю Полочку Основная проблема В том Что я не помню Были ли у меня хоть Какие-то гирлянды С фонариками Которые без столбов А со столбами Они тут вообще не Тут какие-то Всякие няшные А из Украшений У меня есть Китайские Гирлянды Гирлянды На столбе Но это не то Вот А Такого плана У меня только Новогодние веночки Ми-ми-ми Вера У меня только С павлином есть Не У меня по-моему Нету Ну вот может Если в новом допе Будет что-то такое Декоративное Наверняка будет Если мне еще ключ дадут Я конечно надеюсь Но пока они все еще Не открыли прием заявок Ну просто сейчас У меня объективно Ничего похожего нет Там есть вот Те большие фонарики Но они висючие Прямо Вот так Чтобы такая Гирлянда Типа флажки Такого у меня пока нет Ну может будет еще Так Наверное Такую Печку Печку Сюда Не надо Такая Нет Наверное Либо такая Хотя В принципе Вот это Наверное В принципе Подходит Не очень уверена Как Именно Готовили Скорее Что-то Такого Было Просто Это прям Очень фантазийно Выглядящее Там Конечно Была Естественно Там была По типу Печки Там не было Никакой Газовой Плиты Там была По типу Печки Сделана Вещь Такая Вот Но у меня Подобных Штук К сожалению Не особо Есть Поэтому Знаю Что И да Что такое Это Что Боже мой Ну Ёлышки Кошки Перестань Снимать Помогите Я Я Зеваю У нас Такая Немного Модерновая Будет Кухня Продвинутые Продвинутые Эти самые Жители Это Кстати Холодильник Не подумайте Он Как бы Тарелки Но Это Холодильник На самом деле Это Холодильник Ой У него Еще Цвет Нормальный Что Это Такой Выбивающийся Что Так Выбивается Что Сяк Выбивается Вообще Не Очень Такой Да Русскую Избу Будем Делать Сакамото Мы уже Прошлым Летом Делали Русскую Избу Мишки Бурому Излезицы Излеза Была Где-то Десятки Первых Стримов Ну У нее Был Скорее Терем А Избушка Была У Медведя Ну В смысле Попроч Такая Ну Тогда В Русские Народные Мы Прошлым Летом Упаровались Там Много Всякого Интересного Мож На Ютубе Посмотреть В плейлисте Там А Мусорка 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 Там Мы Русские Народные Уже Успели Поделать И Че Только Не Успели Нам Нужны Всякие Ништяки Типа Ящика С овощами Где Вот это Все Было Точно Где-то Было Только Это Не Настенное Украшение Наверное А прочее Какие-нибудь Такие Вот Странные Вещи Бочонок 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 Это Прям Ммм Кстати Ширмы Мы так Нигде Не Ставили А тем Временем Возможно Можно Поставить Ее Вот Так Типа Пошел Помолиться Чтобы Никто Не мешал Ушел Молиться Вернусь Нескоро Так Ммм Это Все Стол Судовода Кстати Красивая Штука Такая Декоративная Это Из экологии Да Из экологии Прикольно Так Ваза Ну конечно Вещи интересные Нам надо что-то связанное С продуктами Хочу кушать Блин Давайте Луна Ложись ты спать Там у последней Тумбочки Цвет более темный Чем у двух Первых Ну это Одна Цветовая Гамма Она просто За счет Освещения Так Или Текстура Кривая Но это Тот же Самый Слоч Тут Всего Два Короче Это Разраб Косячну Фонарики Фонарики Кстати Прикольная Штука На самом деле Но не под Этот дом Так Где Вот Ящики Наконец-то Какие-то Можно мне Какой-нибудь Ящик Который Можно А вот Эти Лисючки Кстати Большие Которые Я сейчас Буду Выть Вместе С тем Чуваком Сверху Что это Что это А это Ракушки 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 Так Это что Ямп Луна Процветания Украшения В честь Китайского Нового Года Прикольно Кстати Че В предбанник Будем Что-нибудь Ставить Подушка Прикиньте Декоративная Вот это Поворот Правда На ней Нельзя будет Сидеть Ну и ладно Зато Это Похоже На Правду Так Видите Че Найти Можно По Крывалу Тазик Для Баньки Так Ну Вот Уже Похоже На Овощной Овощной Ларь С Картохой Раз Так Что Тут Еще У нас Есть Вот Еще Это Прям Уже Откровенно Фруктовые Коробки Ладно Ушечки Там Инструмент Добава Тоже Хочу Кушать Но Надо Идти Готовить Хочу Спать Всю Жизнь Как Родилась Только Не Выспалась Я О Кстати у У меня Вот такая Еще О Вот Пиалки Вот Нормальный Чайник Ты Одного Цвета Или Нет Слушайте Он еще Один Смотрите Какой У меня Классный Набор Это Все Дропнем Это Нечто Вот Нормальный Чайник И К нему Есть Нормальные Пиалочки А не Вот Это Ваша Вот Дали Какая Красота Конфетка Еще Можно Тарелочка Под Яблочко Че Это Все Хорошие Печеньки Печеньки Черепушки И Косточки Очень Миленько Так Тыковки Ну Кстати Тоже Можно Положить О Вот У нас Еще Есть Уникальное Это Самое В виде Паучка Слишком Няшно Так Еще Тут Подушки О Ложки Поварешки Надо Для готовки Так Такие Деревянненькие Так Мне кажется Я уже Клала Куда-то Сюда Дровницу Да Так Что-то Еще Интересного Есть Ушины Какие-то Еще Коробочка С чем Непонятно С чем Но в принципе Мы можем Куда-нибудь Ее Поставить Поставить А Пускай Тут А Это Полено Блин Нет Полено Нам не Надо Хотя Как Посмотреть Может быть И надо Верните Мне Полено Где Было Вот Тут Пускай Стоит Вот Только Раз В растопку Это Что такое Ширма Такая Забава Чувак Затканись Задолбава Так Ну всякая Вкусняшка 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 Полотенчики Ну все Наверное Тут Я тут Подозреваю Ну я даже Не уверена Что-то Что-то Надо Ставить Ну в плане Есть Они Так Будут Не все Там За столом Делают Вот тут В синях Что-нибудь Поставить Только Не знаю Че Мне интересно Как паучиха Будет Сгибать Лапки Когда Надо Сесть На Стул Мы же Смотрели В прошлый Раз Или Ты Пришла Позже Сейчас Покажу Так Во-первых У меня Где-то Стенка Не прокрашена Здесь Стенка Не прокрашенная Была Вот А во-вторых Она садится Вот так Хотя Они тут Что-то делают Непонятное Двигайся Крупом Вот так Она садится Лапами Вверх А ложится Она так На бочок И Жопка Свисает Вот Вот так Она и Садится Только Вот эти Штуки Они Не седа Да Они Не седабельные Они Декоративные Чисто Может Красные Все-таки Хочется Поморочнее Чтобы был Дом Но Как-то Эти Коричневые Тоже Не знаю Вообще Кстати Да Что-то У нас Тут Очень Надо Больше Трещин Добавить Наверное Как-то У нас Очень Вырезано Во-первых Можно Еще Повесить Вот Там Вот Эти Штучки Одну Вот Во-вторых Добавить Трещину Потому Что У нас Как-бы Весь Дом Заброшенный А не Только Те Две Комнаты А то У нас Как-то Очень Миленько Тут И Няшненько Похоже На Заброшенный Дом Вообще Ни разу Тут Такие Капитальные Трещины Кстати Если Уменьшить Трещины Трещины Яблочко Опять Сосед Сверли Да Сегодня У нас Опять Аутентичный Стрим По Стройке Вместе С человеком Соседом Человек Сосед Очень Не хватает Каких-нибудь Реально Рваных Тряпок Раскидать Но Никто У меня Их Сюда Надо Какой-нибудь Еще Лампадку Поставить Что-то Темновато Какой-нибудь Так Я Я Я Я Я Я Я Я Я Субтитры делал DimaTorzok куда-то с внешнего дома такой приличный домик. Кстати, наверное, это зря, что он такой приличный с внешней стороны. Наверно, тут он тоже должен быть покоцанным. Да как ты? Камильфа? Камильфа. Камильфа. Это я место под баню очищаю, если что. Так, кусты туда же. Камильфа. Камильфа. Пять-ка мы сделаем немножко вот так. Сбоку. Тут еще какую-нибудь заброшенную фигню. Вот, кстати, можно какую-нибудь поставить там. Ладно, сейчас. Сауна, во-первых. Нам нужно... Сауна, сауна. Фиг, да и не тут. Сауна. А, ну, вылазит сауна. Камильфа. Камильфа. Сауна. 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 Ну, как по месту-то все хватит, конечно. Только что... А, знаю. Мы просто сделаем сауну вот так. Просто мне не нравится общая пропорция. Слишком прямоугольная. Мы просто сделаем вот так. Вот. Да, так мне гораздо больше нравится. Еще нам под всей этой конструкцией, по идее, надо сделать... Ээээ... Этот... Подвал. Есть какие-то доски, проще мусор. В отладке вроде что-то было. Можно во дворе раскидать, чтобы меньше вида было, что дом жилой и ухоженный. Ммм... 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 Жопа стала... Сауна торчит со стены. Ммм... Мне кажется, в отладке, может быть, и есть какой-то мусор, честно говоря. Ну, просто, что я так навскидку не помню, что конкретно там можно поискать. Ммм... 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 Ну, чувак, ты такой дерзкий. Ну, поищем в отладке, короче, что-нибудь. Ой. Ща, сауну сделаем. Хотя бы вот это вот, предбанник. Хм... Чё-то такое. Ой, ёлка. Отстань! Кстати, что у нас? А, вот эта штучка. Пынь. Вот. Так. И... Ну, в принципе, в принципе. Это же смешно, но так оно примерно и было. Так. Стойте пока тут. Я вас потом уберу туда. Хотя сразу уберу внутрь. Так. Это тебя, наверное, надо убрать... Сюда куда-нибудь. Тут это мыльца. Мыльца пенная. Так. Так. И внутри, наверное, стоит сделать так же. Так. Пол. Делаем деревянненький. Вообще, ничего не видать. Где тут что? Избушка без окон, без дверей. Полногорница людей. Фа-ха-ха-ха. Например, сгоревший младенец. Да, сгоревшего младенца я помню. Это вообще прям Эпик. Так, сгоревший младенец, это прям... Так, нет, давайте все-таки освещение сначала, ничего не видно. Все бы хорошо, но вообще ничего не видать. Так, можно мне какой-нибудь настенный, деревянный? Хотя снаружи можно, в принципе, и вот такой фонарик повесить. Так, а вот внутри что-нибудь деревянное такое. Такого вот такого. Вообще, на самом деле, может быть, стоило именно свечообразное. Что у нас тут есть, свечообразное. О, вот у нас есть такие еще, кстати. Во, вот, кстати, в принципе, по стилю подходит. Для унитаза отдельный этот самый светильничек. Отдельный светильничек для унитаза. Так, можно мне какие-нибудь... Вот, типа, такого, наверное, двери. Тисто деревянные двери. Да. Так. Так. Окна нам тут не нать. Значит, тут у нас будет ванна. Ча я быстренько раскидаю. В принципе, тут особо... Тут у нас будет ванна. Ванна. А где у меня вот... Такого плана? Что, опять поломатая? Ну, ешки-кошки. Опять поломатый доп. Вот такой классный доп был. Перестала работать. Вы такие не очень. А, вот, наверное, тогда давайте из отладки достанем деревянную ванну. Как раз таки. Где это у нас код? Ой, код. Show hidden objects. Так. Так. И тогда мы возьмем... Замечательную античную деревянную ванну. Которую все мы сами выстругивают. Так. Тут мы возьмем... Туалет. Деревянный. Так. Кстати. А, ну хотя раньше, наверное... Я просто не знаю. Сейчас-то японцы в ванне уже... Рефлексируют. А... Релаксируют. Релаксируют. А до этого моются они вполне себе в... Ну, короче, моются они не в ванне. Моются они в этом. В душе. А потом идут, отмокают в ванн. Вот. Я про это. Ну, как было в древней Японии, я не уверена. Возможно, тогда еще было по-другому. Так. И вот сюда можно еще что-нибудь положить. Например... Полотенчики. Баночки надо какие-нибудь, типа шампуни положить. А то что-то мы вообще прям... Людей пальцами мы заставляем. Мы заставляем. Какой младенец? Вот вы отвлекся на порисовать. Тут что-то страшное. А, ну это мы обсуждали, что надо добавить какой-нибудь тематический мусор хэллоуинский. Ну, там доски, мусор, еще что-нибудь. Вот. И мы вспомнили, что в отладке есть замечательный сгоревший младенец. Вот он, его час. Так, стоп. Не то. Где они тут были? Кстати, горшочек. Давайте-ка мы куда-нибудь на кухню поставим горшочек. Так. Ну, кстати, можно на кухоньку и... Ладно. Уже слишком ярко и радужно овощи на кухню класть. Я ищу баночки вот тут всякие, которые были с этими паучками и прочей ерундой. Как этот сет назывался? Все время под руку лезет, а когда надо, найдешь. Так, вязаные штуки. Вот как ты называешься? Нет, это не оно. Хотя... Может быть, я оно... Хм... Не, там как-то по-другому, там... Ведьмовской сад всего два предмета, это не то. Ну, давайте, ищись. Не тормоз... Вот они. Во, во, во. Вот эти замечательные баночки. Совсем неподозрительные. Как бы ничего такого. Все... Все... Все замечательные отварчики. Так. Коврики фигом, а не коврики. Все, хватит с них. Давайте сделаем здесь под... А, нет. Давайте сначала сделаем дорожку к этому месту. Потом сделаем подвал. Туда младенца. Вы готовы задержаться минут на 10, если что? Я же хочу допилить этот лот. Так, что-то как-то светленько. Вот. Так. Где у нас тут дверь? Так. А, не дайте-ка мы сначала вот это... Стерем. Сотрем. Тут все. Нафиг, 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 нафиг. Типа тут не было. Так. А теперь мы вот этим делаем, соответственно, вот так. Хотя тут на самом деле нельзя подниматься и спускаться. Так, тут ждем. Не так насыщенно. Так. Дальше. Так. На самом деле тут нельзя спускаться, но как бы... Ну и ладно. А, а, а. Так. Дальше. Что тут с кустами? Кусты какие-то. Под елкой. Куда под елкой кусты? Вы не знаете. Под елкой не могут быть кусты. Ну, в смысле... Вот где-где, а под елками кусты точно не растут. Так. Значит, и мы делаем... Подвал. И в подвал нам нужна лестница. А лестницу мы сделаем... Мы сделаем вот здесь такую... Блин, вот это жирнее. То есть надо баню перестроить. Надо баню перенести на один квадратик вот сюда. Потому что мы вот здесь делаем двойной... Нет. Не так. Так. Тут типа... Ну типа это просто заборчик, это ничего такого. Но на самом деле... Это будет... Вход... Логово паучихи. Нихухари-мухари. Тут у нас будут сгоревшие младенцы. И прочее ми-ми-ми. Ну и чё? Чё не так? Вот ведь... Что тебе не нравится? Ну вот. Один квадратик, а тут ещё один квадратик остаётся. И... Здесь стенка вот эта что ли мешает? Идем здесь. Или быть? Чё не цизнь... Идем в детстве. И... Ааа! Ему надо три клетки. Блин. Тогда не так. Тогда мы делаем вот это на три клетки. На четыре. И не все так просто. Вот этой самой. В этом Симсе. С их кривыми лестницами. Ой. А трупики просто скидывают. Я не знаю, короче, как паучиха будет спускаться, но у меня по-другому не получается. Я хотела и широкую лестницу, но, судя по всему, она будет просто спихивать их туда. Вот прям сюда. К младенцу. Младенец во двор рядом с костром. То есть еще надо костер. Так. Такая милая... Милый подвал. Прям милашный. Нету, наверное, эти фонарики. Или стоячие фонарики, может быть. Ой. Ничего себе у меня какая китайская. Чтобы тень есть. Милашный. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Кхм. Ну ладно, пускай будет, если есть. Открыться почему бы и нет. Раз уж уже есть... Шо теперь выкидывать? И, конечно... Можно и просто такие штуки поставить. То это как-то совсем няшно выглядит. Как-то более зловещая клеточка. Клеточка. К-к-к. А что мы тут хотели-то? Теперь напомните, что мы хотели в подвале делать. Скелетики, да, наверное, нам нужны. А скелетики это у нас... У нас в рапчепный скелет был где-то. Наверное, в... Тут. Клетки. 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 А из чего можно сделать клетки? Теперь, внимание, вопрос. Из чего можно сделать клетки? Что-то очень маленькие клетки, подождите. Не, ну, в смысле, тут есть, конечно, тюремные клетки, обычные. Но я думаю, это немножко не то. Как мы с вами фигнёй занимаемся. Все, вам так не кажется? Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Вот так. Столы с топорами для разделки мяса. Какие все кровожадные! Ой. Так, сорян. Так, мимо. Мимо, мимо. Тоже мимо. Так, с этой стороны. Так. Ну, можете вообразить, что где-то здесь есть дверь. Как-то эта конструкция открывается. Так, где, значит, замечательные скелеты Василия? Я уже всех Василиями называю. Скелетов, пауков. Так, это стражник, а еще был где-то медицинский скелет. Или он будет в этих самых... Не в скульптурах, а в навыках, наверное. А, нет, это... Стоп, это не его. Скелеток. Скелет. Скелет. Статуи скелетов. Три скелета. Так. А скелет... Скелет один. Скелет... Капитан, скелет. Капитан, скелет. Что это? Ты рыбка? Ми-ми-ми. Вот, кстати, у нас тут ножички есть. Милота, правда? Скребок для тыквы. Бутылочка какая-то очень милая. На внешний вид. Так. А где скелет, который... Наверное, он все-таки в навыках. О, в лечении навыки. Это просто его дают за карьеру... Этого... Как же ж его? Доктора? Вот, и... По идее... По идее... Он где-то должен быть. Что-то я не вижу. Чем? Если увидите, пишите. Всякое разное. Так, велики... Качалки, катки, бары... Мячики, кошки, собаки... Вот, кстати, можно пару зелий сюда еще... Докинуть. Так. Книжки, костер. Надо нам костер. Видите, куда костер еще стоит. А деревья не загорятся? Так. Ммм... Может набрать скелет медицинский? Ну так, по слову скелет-то он не ищется. Он, наверное... О, кукла Вуду, кстати. Тоже туда же. По слову скелет не ищется. Думаю, слово медицинский здесь... А, знаете, как еще можно показать все? И на работу. Может, там вылезет. Манекены. Что может быть страшнее манекенов? Вот он. О. Но он самый такой, а унтентичный. Потому что статуи все-таки очень... Очень... Ну, они, конечно, прикольные, но... Они бы... Видно, что статуи эти вот... Тут бы еще, знаете, развалившегося скелетика. Ну, нет у меня развалившегося скелетика. Так, давайте мы возьмем стол, наверное, из жутких вещей, которые с этими... Так, ну, паутину, кстати, надо будет потом везде тут добавить. Которые... Столы и тумбы. Туда вот это все сложено. Что, не складываешься? Серьезно? Кукла Вуду... Ножик... Конечно, надо какой-нибудь стол со кровавыми такими пятнами, но... Чем богаты? Бутылка никуда не ставится. Так, рыба. Меч. Меч. Вообще, тут надо, да, какие-нибудь большие ножи, но... Чуть не уверена, если у меня прям большие ножи, которые лежат. Висящие-то есть, а вот... Лежащие. Центр костра палку для сожжения ведьм, хотя это уже Европа, а не Япония. Можно большой деревянный стол напротив клеток поставить. Ммм... Сейчас. Так, есть ли у меня лежащие ножи? По-моему, нет, честно говоря. Неверно. Вот маленький нашелся, а большие у меня, по-моему, все... Которые... Есть вилы. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Это считается? Она будет их вилами насаживать. Вообще, тут надо печку какую-нибудь большую, вам так не кажется? Или она живьем ест. Хм-хм-хм. Не, по-моему, лежащих ножей у меня нет. Пинкамини мы ставили под кексики, да? Возможно, тут как раз-таки... Не, ну, это маленькая. Может, большую печку вставить. Она вроде даже влазит по этажности. Вот, низкую. Хочется, конечно, чего-то более... Стремного. Так. Такое... В кухню шеф-повара просто. И не забудьте посолить. Можно, конечно, машину для кексиков поставить? Мне очень аутентично смотрится. Мне в ней очень нравится вот этот вот, который... Куда муку засыпают. Такой прям... Стремный. Котел как... Во! Котел! Спасибо. Точно. Котел. Точно. Котел. Какие вы молодцы, слушайте. Я уже забыла, что у нас вообще-то котел классный есть. Вот, да. Котел очень-очень в тему. Такой грязный. Во! Вот это да. Сейчас дайте-ка мне еще украшения на стены. Там появилось какие-нибудь... Вообще, знаете, какие-то кандалы, какие-то эти самые. Ой, ну тут, по-моему, оно такого... У меня ничего нет. От зря. От зря. Да шо ж ты это самое такой. Не очень. Короче, миленько тут у нее. Ничего не скажешь. Прям вообще. Сам бы жил. Ха-ха-ха. Так. С каждым новым предметом в этой комнате я начинаю все больше и больше бояться паучихи. Хотя до этого она выглядела как... Она и так выглядела, как мой худший кошмар. Ммм. А то. Вообще милашка. Так, ладно, давайте пройдемся по отладке и, может быть, каких-то еще интересных экспонатов найдем в наш замечательный... Совсем не стремный этот самый. Дайте-ка я единственное, здесь все-таки поставлю ограждение. Конечно, она их наверняка туда скидывает, но как бы... Можно поставить. На самом деле вот это дерево тут как-то закрывает пол обзора. Хотя, не, пускай мне. Но я как бы... Прячусь. Прячусь свои темные делишки. Так, сейв. Сейчас посмотрим. Отладку полистаем. Точно надо куда-нибудь говорящего младенца уже положить. А то что он есть и нету? Ну, еще буквально минут десять. Будем уже потихонечку сворачиваться. Так, давайте с самого начала. Так, что нам тут подходит? Мишки с мусором. Они как бы просто мишки с мусором, они будут вонять. Так. Так. Жесть. Статуи. Вот. Нет, блин. Ну, как-то тут перепутано все настолько. Все-таки в обратную сторону было. Ладно. Я вспоминаю, может, еще что-то вспомню прикольное. Например, сковородочки. Сковородочки, кстати, повесить можно. Сковородочки в любой семье нужны. На чем-то подготовить надо? Правильно? Так, камушки. Медальки, рыбки. Странные растения. Камушки. Такие. Так. Рыбки, рыбки, яйца. Черепа. Вот. Вот это. Они, конечно, разноцветные, заразы. Нам, в принципе, подойдут. Бедный Йорик. Так. Рыбы. Статуи. Куски. Ком грязи. Очень неаутентично. Тут у нас ком грязи. Ну, я не знаю. Как-то странно смотрится уж, как камень лучше поставить. Так. Больше комов грязи. Черные. Кристаллы. Найкед стримит? Хорошо. Я переэто самое. Рейс делаю. На стол в подвале как раз младенца. Хорошо. Я сейчас доделаю. Сделаю и рестрим. Нерчти талья чуть-чуть. Рыжки. Так. Люльки. Камни. Больше камней. Ивис. Норлаксы. Игрушки. Кстати, что-то я в игрушках хотела. А, я, собственно, неко-кота и хотела, но он уже и не в игрушках у нас есть. А я не помню. У меня... Смерть. Няшная смерть. Это единственный мой неко. Который этот самый или нет? Ламы, кстати. Я половину доп. Контента вижу очень редко в собственной игре. Что напрочь про нее забываю. Так, ладно. Лампы нас не интересуют. Техника тоже. М-м-м-м. И елки. Елки-иголки. М-м-м. Ладно. Так. М-м-м. Надо было в обратную сторону листать. Вот. Все. Пошла, наконец, вкладка. М-м-м. Так. Что тут у нас есть? Ложки. Тяпки. Миски. Ну-ка. Раз. Ну, будет миску все время, наверное, бегать, убирать. Интересно, это миска для готовки. Ну, вроде просто миска. Не написано, что там что-то готовится. Потому что вот эта вот посуда из отладки, она имеет свойство начинать вонять. Серьезно, это бесит. Во. Ну, он, короче, это самое. Его в костер надо. Его надо в костер. Куда-нибудь. Ха-ха-ха. Куда тебе тут? Чувак, ты... А, может, наверх его закинуть? Ты ждал своей просто... Своего часа. Сколько вот... Сим слышал, когда вот ты ждал своего часа. С четырнадцатого года я играю. И вот, наконец-то, я куда-то кладу этого странного, обгоревшего ребенка. Он не такой уж и обгоревший, оказался. Так. Кто тут еще прикольного есть? Только не младенец. Ну, надо же было его хоть куда-нибудь, хоть когда-нибудь использовать. А то как так? Младенец есть, а использовать негде. Нет, ну это будет не совпадать. Так. Еще есть какие-нибудь идеи конкретные? Потому что я, честно говоря, не уверена, что тут еще такого может быть. Что это? А, это сосиски на палочке. В плане, я очень уверена, что тут реально есть какие-то доски там. Вот поленица я кинула. Вот сердце можно куда-нибудь... Она не складется. Шоколадные сухарики, огрызки яблок. Мороженое, которое вонять начнет. Вот еще один ножичек. Больше ножичков, богу, ножичков. Правда, не уверена насчет, какой это нож. Поздравляем, чувака нашел свое предназначение. Сейчас очень странно косится мама, потому что услышала, что сказала Тома. Это кукла, это не настоящий младенец. Все хорошо. Да ладно, мы шутим сейчас. О, кстати, посмотрите, какие классные у них тут в отладках урны есть. Где у нас? А ты влезешь туда? С птичкой. Это интересно... Или с мышкой. Это такие урны этим самым вампирам выдают? Как вы думаете? Только нифига не видно птичку. Она, наоборот, сильно высокая. Давайте сделаем вот так. Тут такой сюрприз. С этой стороны. Так... Я думаю, что, наверное, это все. Потому что... Я не помню просто ничего, что еще можно было бы тут заюзать такого. Мечи. Которые просто лежат, и даже не катаны. Материнское растение. Рыбная ловля. Диплом университета. Роботы. Рука. Роботы, роботы. Так, это эти самые штуки. Посохи какие-то. Какахи. Радужные какахи. Куча мусора. Ну, тут какой-то очень такой... Современный мусор. Не похож на мусор-мусор. Фейерверк. Эй. Сегодня праздник у девчат. Может, гробы? Ой, ну... Гробы как-то в открытую уже. Я вот надгробица поставила. Прямо гробы в открытую. Наверное, перебор. Милые резнецветитьки. Можно ей положить еще каких-нибудь трав. Там было всякие разные... Каких-нибудь вот тут волчий корень. Это на полку не кладешься? А, ну да. Они на полку не кладутся, потому что они... Ладно, понятно. Короче. Такое. Чеснок. Это... Приправлять. Ну, вы поняли. Специи. Книжки. А, кстати, роботов целый вагон. Все. Короче, досок нет. Тот режим строительства, который был... Там, где городские всякие куски. Я, честно говоря... Не уверена. Он у меня в последнее время не отображается, по-моему. Даже если я ввожу те коды. Вот. Но, в целом, миленько. Чувак, ты ждал своего часа. Вот. Короче, такой домик получился. Менее... Менее зловище, чем хотелось бы. Но, вы знаете... Как говорится, это самое. Внешний вид обманчив. Не заходите в мой сарай. Ой, я крышу тут забыла. Подождите. Мне крыши не хватает. Не ходите в мой сарай, все такое. Нет, ну так, сейчас. Сейчас я сделаю этот рейд. Подождите секунду, я крышу добавлю еще. Тут что-то у нас как-то на одну крышу меньше, чем надо. Непорядок. Значит, в субботу я надеюсь, что у нас будет розыгрыш мышки. Я еще не доделала, но у меня еще есть целое завтра. И также напоминаю про сходку в лое. Вот, так что приходите, приходите, кому интересно. Вот, ну как-то так. Так, все, больше я ничего не забыла. Больше никаких крыш я не позабывала. Сейв. Столик для жертв забыли. Столик для жертв. В смысле, просто большой деревянный, да? Сейчас, подождите, стойте, еще секунду. Я просто хочу уже доделать, потому что я потом сама не доделаю. Вы меня знаете. Просто большой деревянный стол. Студию. Нет, можно... Вот у меня там был такой деревянный-деревянный... Тя. Нет. Который у Потапыча дома. Можно доп.контент включу. Ой. Материалы. Пользовательский раз. Вот. Замечательный деревянный столик для... Приношения жертв. Можно один ножичек переложить туда. Ну, а ножик-то отдайте. Вот. То есть, сюда, конечно, надо большой тесачок положить, но... Наверное, вот эту штучку тоже сюда лучше положить. Кровушку сливать. Ладно, все. Значит... Да, не ходите в мой сарай. Не ходите в мой сарай. Все. Делаю рейд. До субботы. Спасибо большое всем за компанию и за советы. Рейднэйкет. Потому что... Очень помогаете вы мне. Я сама... Забываю. Все. Присоединяйтесь. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok